Все верующие объединились в одну большую семью на празднике преподобного Серафима. Почтить память Саровского святого приехали люди из разных уголков России. Многие прибыли на торжества, чтобы помолиться преподобному, приложиться к его мощам и даже пройти большим крестным ходом от Сарова до Девеева и обратно. Для каждого верующего человека Дни памяти Серафима Саровского – одно из самых значимых и торжественных событий в жизни. Представляется такая радость неземная. Просто не знаешь, как объяснить. Единственное слово неземное – очень хорошо. Мы очень рады, что мы сюда прибыли. Очень она здесь понравилась, очень хорошо. Чувство просто преисполняет. Я очистилась, и душа просто преисполнена благодатью Божией. Очень много радости. Под открытым небом на площади перед Преображенским собором Девеевского монастыря митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии возглавил божественную литургию. Ему сослужили 16 архипастерей, в числе которых и митрополит Нижегородский Арзамаский, и Георгий. По традиции, раку с мощами преподобного Серафима перенесли перед началом богослужения из Троицкого собора и поставили за престолом. Преподобный Серафим, называясь его убогим, покротаясь и смирением, оставил нам завет жизни, смысл жизни человека на земле. Человек, который должен своими трудами, словами и мыслями стяжать в своем сердце мирный дух. Дух, благодать Духа Святаго. Вот мы призваны ко всему этому и в постах, и молитвах, и в деньях, и трудах, и словах, и мыслях. Это наши великие русские преподобные, которые молятся за нас, которые пристроят пред Господом, приносят свои молитвы за нас и своей любовью покрывают наши все грехи. Чувства переполняют нашу душу. Во-первых, святость России, она была, есть и будет. Святая Русь, храни веру православную. Батюшка Серафим был одним из важных наших подвижников защиты нашей православной церкви. Батюшка Серафима – это исцеление больных и радость здоровых. По окончании богослужения митрополит Воскресенский Дионисий зачитал приветствие патриарха Кирилла участникам торжеств. Для всех паломников и прихожан организовали трансляцию богослужения на экранах, которую установили на территории обители. Прямую трансляцию также можно было увидеть на федеральных телеканалах. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.